И опять про тещу. В семью в Одесскую приехала теща, ну там муж, жена, дети, и теща приехала. И жена все время пилит мужа, говорит, Саня, ну что ты, ну посмотри, мама приехала, ну что уже две недели, ну ты бы ее куда-то повез бы, что-то же ей бы показал. Говорит, Оля, я же был, мы же ходили с ней, я ее водил в кинотеатр, ну водил ее в кинотеатр, ну еще сводил. Он говорит, ну слушай, ну я ее водил в зоопарк, мы с ней ходили, ей понравилось это. Ну водил в зоопарк, ну все-таки, ну как, ну мы же в оперный театр, вот я ее водил. Ну, он говорит, ну послушай, Саня, ну ты же, ну ты, ну послушай, это же моя мама все-таки, ну ты бы ее еще отвел куда-то. Он говорит, Оля, ну послушай меня, ну какой смысл ее куда-то отводить, когда она все время находит дорогу обратно? Начитанный ГАИшник. Ну, это анекдот московский на самом деле. Едет Мерседес, последние марки, затемненные стекла. Такие едет. Не очень спешит, но едет. Красивая машина. Мерс. И вдруг нарисовался офицер ГАИ, останавливает. Старший лейтенант ГАИ Кравцов, который медленно так, затемненное стекло, так чуть-чуть опускается, оттуда соточка долларов. Он так берет и говорит. Хотел вас просто предупредить, там примерно метров через 200, такая яма очень большая, будьте, пожалуйста, внимательны. Опускается так, медленно опускается опять, стекло затемненное, оттуда опять соточка. Бах, он берет и говорит. Извините, не хочу докучать, он просто там примерно полтора километра, вот так как вы едете, там еще один пост будет ГАИ, так что вы как-то там повнимательнее будете, а сторонно опускается. Опять соточка. Он, знаете, просто чисто по-человечески хочу вам сказать, чтобы вы были здоровы, чтобы ваша жена была здорова, чтобы дети ваши были здоровы, близкие. Опять опускается за темненное стекло, опять соточка раз, вот берет, элиционер так, сходит и стоит, говорит, Михаил Юрьевич Лермонтов. Мцири!